Вот постоянно задают вопрос, а какую книжку почитать по психиатрию, но чтобы не для врачей, и чтобы было просто, и чтобы было интересно, и чтобы было понятно, и чтобы было научно, и чтобы было практично. Ну, запрос, конечно, правильный и хороший, с одной стороны, но с другой стороны, впихнуть это всё вот в одну какую-то книжку очень проблематично. Если мы говорим про студентов, то в общем и целом можно пользоваться любым учебником по психиатрии. Я не видел плохих учебников по психиатрии, которые прямо вообще никуда не годятся. Но общая проблема этих учебников в том, что они написаны людьми, и такое ощущение для людей, которые уже эту психиатрию знают. Поэтому есть очень высокий риск захлебнуться в обилие терминов, симптомов, синдромов, нозологии и т.д. уже на самых первых этапах изучения. Популярная литература по психиатрии, она тоже существует, тоже может быть интересна и поучительна, но здесь, соответственно, другой крен. В угоду доступности теряется в значительной степени научно-практическая ценность. Поэтому без ложной скромности могу порекомендовать нашу школу психиатрии для всех, которые вы можете найти на сайте меднаука.нет в разделе «Курсы». Там вы можете получить объем знаний, сопоставимый с курсом психиатрии и медицинского вуза. Это раз. Получить как теоретическую базу, изложенную, на мой взгляд, достаточно простым и понятным языком. Плюс к этому там же даны ссылки на дополнительную информацию, которая позволит расшириться до рамок ординатуры. Ну и, естественно, адаптированный материал, не для людей без медицинского образования. Ну и при необходимости получить обратную связь, задать вопросы мне. И я вам на эти вопросы, ну, как смогу, отвечу. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»